Что касается эпидемиологической ситуации, глава государства подчеркнул, что правительство Республики Молдова продолжает эффективно управлять ею. Игорь Дедон заявил, что об эффективной деятельности исполнителя власти свидетельствует и тот факт, что в августе поступления в государственный бюджет оказались на 180 миллионов лей больше, чем в августе 2019-го, несмотря на пандемический кризис, экономические трудности, засход и так далее. Благодаря этому правительству соблюдают свои социально-экономические обязательства перед фермерами, экономическими агентами, рядовыми гражданами. А медицинским работникам с 1 сентября на 30% повысила заработная плата. Я понимаю, что господин президент видит иначе ситуацию. Вы говорите, что неэффективно, а он утверждал вчера на брифинге, что очень эффективно справляется правительство. Ну хорошо, а что он должен был сказать? Конечно, он говорит, тем более в перспективе выборов, что все хорошо, и другого от него мы не услышим. То есть это только в перспективе выборов? Ну, не только в перспективе, это вообще стиль Игоря Додона, не называть ошибок. То есть говорить только о том, что все успешно. Это такое, знаете, видно, какие политконсультанты или пиар-консультации сказали, что ты не должен, пусть другие говорят, ты говоришь, что все хорошо. Ты должен излучать оптимизм, ты должен излучать уверенность, ну, как обычно в таких случаях говорят и советуют, рекомендуют. В русле этого, наверное, он это все сказал. Потому что, слушайте, ну, в то же время, в том числе от медицинских властей мы слышим, что все количество койк на исходе, все почти заполнено. Речь же шла, я ведь не говорю о том, что все плохо. Я говорю о том, что сами медицинские работники, они буквально задыхаются, потому что большое количество больных, оно постоянно растет. Значит, нужны новые силы, значит, нужны новые ресурсы, потому что ситуация в Молдавии на самом-то деле, ну, мы же помним мартовские заявления Игоря Дадона о том, что да, у нас это будет, я не знаю, 3000 или что-то такое. Ну, нет. Да, оптимизм, он хорош, но есть реальная ситуация, и к ней надо относиться тоже, ну, скажем так, ответственнее, просто ответственнее. Но сейчас, понимаете, я не хочу, вот, сейчас как-то персонально на ком-то фокусироваться, на нем ли, на моей санде, еще на ком-то. Меня, к сожалению, ну, грустные мысли, как бы, состояние их всех приводит, потому что я, на мой взгляд, люди просто идут заниматься, как бы, решать какие-то свои, вот, тактические задачи. Кто-то с кем-то хочет посчитаться, кто-то с кем-то поквитаться, кто-то эту кампанию использует для того, чтобы к парламентским выборам подготовиться, потому что, на самом деле, все держат в уме будущие парламентские выборы, которые, опять же, с ними все непонятно. Все будут говорить, что нужны досрочные парламентские выборы. А как вы будете распускать парламент, ребята?